В преддверии исторического события. Уже в сентябре Госдума России рассмотрит вопрос о признании геноцида осетинского народа со стороны Грузии в 20-м году прошлого столетия. Сотни сожженных осетинских сел, более пяти тысяч убитых и десятки тысяч беженцев. Вот история этого конфликта. Парламент Южной Осетии обратился к руководству России с просьбой признать геноцид осетинского народа. Ответ не заставил себя долго ждать. Спикер Госдумы Вячеслав Володим поручил вынести документ на рассмотрение в ближайшее время. Уже ясна и примерная дата, когда российский парламент может признать геноцид осетин. Госдума рассмотрит вопрос в начале сентября. Мы обратились к председателю парламента Южной Осетии с просьбой рассказать, как проходило принятие обращения. На этом этапе важно, чтобы геноцид признали дружественный нам стран. Первым государством, признавшим события, стала Абхазия. С большим вниманием ждем решения российского парламента. Подобное обращение передано через представителя МИД Южной Осетии и итальянским властям. Работа в этом направлении ведется активно. Мы будем и дальше добиваться признания исторической справедливости, подчеркнул Алан Татаев. Если бы была дана политическая оценка со стороны ведущих стран мирового сообщества, агрессии Грузии 20-го года и геноцида российского народа 20-го года, я думаю, что в 89-й, 92-й год и 2004-й, 2008-й год можно было бы избежать, конечно же. Глава парламентского комитета Амиран Дяконов считает, что подобные даты – наша история. И мы должны их помнить и работать над донесением до мирового сообщества правдивой истории, в том числе и о геноциде 20-го года. В Южной Осетии нет ни одной семьи, которая бы не затронула трагедию осетинского народа в 20-м году. Могу привести такой пример, что в некоторой степени я сам своим появлением, своим существованием наследия обязан именно тем событиям, потому что моего дедушки в 20-м году убили жену, беременную жену, и по прошествии времени он женился уже на моей бабушке, и так появился я. То обращение, которое мы направили в Государственную Думу, оно обусловлено именно стремлением обеспечить военно-политическую безопасность нашего народа, добиться осуждения геноцида осетин, совершенных грузинским правительством. Полную версию интервью с председателем и депутатами парламента смотрите в воскресном выпуске программы «Сегодня». Алан Тибилов, Заврустаев. Информационный выпуск «Сегодня».